Добрый вечер. Наталья Юрьевна, Госкомитет по имущественным и земельным отношениям был сформирован буквально недавно, в конце сентября, когда шла работа над новым составом правительства республики, и вы преемник бывшего министерства по имущественным и земельным отношениям. Какие задачи у вас перешли, достались по наследству от министерства, и, может быть, вы обзавелись какими-то новыми функциями? В основной массе это тот же блок имущественно-земельные отношения, но мы хотим его развивать, и задача перед нами поставлена главой республики. И это выходить именно, быть более прозрачными, потому что у нас много тех вопросов, которые сегодня требуют именно более освещения на общественном уровне, обсуждения с нашими гражданами на уровне органов местного управления, на уровне общественных организаций. И мы для себя такую цель сегодня ставим. Считаю, все-таки у нас два основных блока, которые ложатся в нашей работе. Это имущественно-земельные отношения и земля, я считаю, это базовое здесь понятие, в рамках которого мы работаем. И вопросы приватизации и управления хозообществами, предприятиями нашими и их взаимодействия с ними. Вот это два основных базовых блока, по которым мы на сегодняшний день свою работу и строим. По новой структуре, которая в рамках нашей реорганизации, в рамках преобразования нашей, мы для себя сегодня выстроили. Ну вот вы упомянули о некоторых новых задачах. Они к чему больше относятся, к земельным или к имущественным? Они все эти вопросы связаны, я всегда говорила и привожу пример того, что все мы ходим по земле. И в принципе все споры всегда, еще в древние времена, они были из-за земли. Основополагающий принцип все-таки исходит именно из земельных правоотношений. Если, например, земля у нас будет в собственности или на каком-либо ином праве, праве аренды, например, мы, соответственно, будем иметь возможность и распоряжаться уже этим земельным участком в установленном порядке, строить на нем что-либо. Либо другим образом им распоряжаться, сдавать в аренду или на ином праве. Соответственно, все, я считаю, ложится в основу распоряжения имущественных отношений. Сегодня у нас база по земле. Вот в части земельных правоотношений у нас очень много, я считаю, полномочий, которые мы на сегодня уже реализовываем. И частично мы которые дополнительно сегодня вынуждены реализовывать. Слово «вынужденно» здесь, наверное, не совсем подходит. Мы с этим связаны, потому что это работа, которая в целом по всем субъектам Российской Федерации, таким органам, как на нас, ложится. Например, в этом году мы дополнительно к нашим полномочиям, а у нас вопросы связаны в основном с распоряжением госсобственностью республиканского уровня, мы выполняем функции также по управлению и распоряжению федеральной собственностью в части переданных полномочий Российской Федерации. Так, например, у нас в этом году состоялся аукцион в рамках, хочу отметить, измененного земельного законодательства с 1 марта текущего года. И сложности в этой части были. Все-таки всегда трудно найти право применения, достаточное и понятное, с точки зрения, когда законодательство меняется на федеральном уровне. Нам на субъектовом уровне надо его правильно применить. Соответственно, мы распорядились в установленном порядке федеральным земельным участком в микрорайоне университет, это 16,9 гектаров. Сегодня торги на право аренды состоялись. В республиканский бюджет у нас поступило 154 миллиона рублей от такого аукциона. И это вот земельный участок был федеральный. Сегодня в результате нашей деятельности, в установленном порядке, в результате того, что мы торги провели, право собственности перейдет на Чувашскую республику. Кроме этого, в рамках земельных правоотношений у нас очень много тех вопросов, которые мы хотим для себя развивать. Если раньше мы занимались только актуализацией земли, если говорить про актуализацию, и планово к этому вопросу подходили и выстроили ту базу, которая сегодня, я считаю, вообще характеризует республику в этом направлении, что работа выстроена, и мы имеем показатели по массовой оценке земель любых категорий. Это и земли особо охраняемые, и земли сельхозназначения мы в этом году оценили. В 2013 году у нас три категории оценены. Это и земли населенных пунктов, и земли промышленности, и другие категории земель. То сегодня мы подошли к тому, что нам передают полномочия и наделяют полномочиями по оценке объектов капитальных строений. То есть я напомню, что в 2012 году такую оценку проводила, допустим, по ОКСам Федеральная служба Росреестра. Наталья Юрьевна, вот в последнее время очень много говорится, это такая самая актуальная на сегодня задача, наполняемость доходной части бюджета, наполняемость бюджета. И один из способов – это грамотное управление имуществом. Это и распоряжение госжилфондом, это и вопросы приватизации, это и сдача в аренду, и распоряжение земельными участками, объектами недвижимости, казной. Это много вопросов. Вот если говорить о приватизации, в целом мы планомерно эту работу осуществляем в соответствии с поручениями федерального центра. Мы планово приватизируем госимущество. Потому что цель, которая до нас сегодня доведена федеральным правительством, и мы этой цели идем, что в собственности субъектов, в собственности государства должно оставаться только то имущество, которое необходимо для выполнения его функции и задачи. Соответственно, мы планомерно к этому, повторяюсь, подходим. И если говорить о доходной части республиканского бюджета, только от приватизации за последние три года мы около свыше 980 миллионов рублей пополнили доходную часть республиканского бюджета. Мне хочется сказать, что наши торги, которые мы сегодня проводим, мы стремимся к их открытости, прозрачности, чтобы любые участники были равны в своих правах, когда они принимают участие в наших аукционах, как движимого имущества, как недвижимого имущества. Если говорить о цифрах, то эти цифры достаточно значимы, как я считаю, у нас по республике. В целом, если на одни торги в Российской Федерации количество претендентов у нас 4, то у нас в республике по состоянию в 2015 году мы оценили, что эта цифра равна 7 участникам на одни торги. То есть желающих, в общем, достаточно. Желающих, в общем, достаточно. А имущество, которое еще осталось неприватизированным, достаточно? Да, но вот мы как раз и подходим к тому, что сегодня не всегда количество наших участников в торгах говорит о качестве таких торгов. Вот яркий пример таким торгам – это аукцион по Чуваш-Автодор. В собственности республики сегодня находится стопроцентный пакет акций Чуваш-Автодор. И в августе текущего года выставлялся пакет 75% минус одна акция. Торги состоялись. Победитель, однако, не смог выполнить все взятые на себя обязательства. Мы в данной ситуации вынуждены были применить к нему санкции. Почти 18 миллионов рублей удержаны в доходную часть республиканского бюджета. И это не единственная мера, какую мы принимаем к такого рода победителям. Но это все говорит не о том, что у нас такое крупное предприятие, как Чуваш-Автодор, не привлекателен для наших инвесторов. Это как раз фактор того, что наши потенциальные участники торгов не всегда взвешивают свои возможности и не всегда реально расценивают и не имеют в свой план стратегию развития бизнеса. Наталья Юрьевна, вот эти неналоговые поступления, которые обеспечивают управление имуществом, грамотное управление имуществом, у них какая-то адресная статья? Все поступления, неналоговых доходов в республиканский бюджет, они у нас направляются исключительно на социальные нужды. Это правительство республики всегда контролировало и, я думаю, будет контролировать именно поступление и поддержку наших граждан, наших нуждающихся юридических лиц по тому или иному направлению. Это и медицина, и здравоохранение, и иные социальные нужды. Хочу напомнить, что под руководством Михаила Васильевича Игнатьева практически завершена сегодня программа по обеспечению наших деток детскими дошкольными учреждениями, детскими садами. Сегодня Михаил Васильевич поставил задачу по построению новых школ, реконструкции где-то имеющихся школ. Эти задачи и другие задачи, о которых мы сегодня говорили, это все те направления, по которым мы будем работать в следующем году. Это работа и с нашими арендаторами, это работа и с нашими собственниками. Ибо, я всегда говорила и буду говорить, время собственности, оно обременительно. Собственность, она требует вложений, требует к ней внимательного отношения. И поэтому мы стремимся именно к этому и надеемся на взаопонимание именно вас, общественности, представителей СМИ, чтобы соответствующая информация до нас доводилась, и мы будем принимать соответствующие меры в установленном порядке. Спасибо, Наталья Юрьевна. А я напомню, что сегодня нашей собеседницей была председатель Госкомитета Чувашской Республики по имущественным и земельным отношениям Наталья Тимофеева. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова